Мир и благодать доумножатся. Аминь. Благословенное имя Господа прославится сегодня, в этот день благословенный, который даровал нам Господь. Сегодня Бог дал мне слово, не сегодня, а в последнее время, то переживание, которым я сейчас с вами хочу поделиться. Я думаю, что это может быть как подтверждение того, что говорил сегодня пастор Виктор, но он увидел это в сновидении. Я это пережил как эту ревность, эту ревность о Духе Святом, эту ревность о присутствии Божьем внутри меня. И однажды я ехал по дороге, и Божий Дух пришел и сокрушил мое сердце. И я посмотрел внутрь своего сердца, насколько я наполнен сегодня Божьим Духом. Насколько у меня есть ревность сегодня быть с Богом, быть исполненным Духом Его. Его помазание, Его силы. То, что сегодня в последнее время я вижу много умалчивается или же проповеди в таком ракурсе направлены, как будто бы все хорошо, все супер, все отлично, все спокойно. Сегодня люди заняты, многие всем тем, чем не надо заняться. Но Бог хочет, чтобы мы были Его народом. Потому что Он сказал, что Я искупил вас от суетной жизни, оставленной вам от Отцов ваших. Не золотом и серебром, но драгоценной кровью Иисуса Христа. И поэтому я хочу сегодня зачитать несколько посланий к церкви и поделиться тем откровением, которое Бог дал. Я думаю, что это не откровение, это состояние, то, которое каждый из нас должен переживать, это состояние ревности. Ревности, желание, чтобы Бог был внутри тебя, чтобы Бог использовал тебя в том направлении, в том ведении, для которого Он избрал тебя. Поэтому Библия говорит, что вы род избранный. Избранный. Мы не обычные люди, мы избранные люди. Скажи аминь. Мы избранные люди Богом. И 2 Коринфянам 13 глава, 5 стих. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Библия говорит, испытывайте себя, верили вы. Я не могу знать, насколько сегодня ты или брат или сестра находитесь в вере в Господа. На каком вы сегодня пути духовного своего возрастания или же падения, или же остановки. Откровение говорит, если ты не холоден и не горяч, но теплый. Я из верхней Библии говорит, из уст своих, говорит Господь. Поэтому состояние христианина, оно должно быть горячим. Или же холодным. Но ни в коем случае не теплым. Теплый человек, теплый, это не что, это просто, это пусто. Это пустота внутри. Мы должны быть, как народ избранный, наполнены быть Духом Божьим, силой Божьей, помазанием Божьим. Поэтому Господь избрал нас, и Он сказал, что вы не такие, как все, вы род избранный. Вы царственное священство. И Бог предназначил каждого из нас для определенной цели, для призвания и предназначения в Иисусе Христе. Поэтому каждый из нас, он не простой человек, он Богом избранный. И Бог говорит, испытывайте себя, Христос ли у вас. Поэтому каждый из нас обратитесь к своему сердцу. И тот момент, когда Бог сошел на меня, когда я ехал с одного города в другой, я сокрушен был. Я начал ревновать, ко мне пришла ревность, потому что я не хотел быть и не хочу быть теплым христианином. Я хочу быть горячим христианином. Я хочу свидетельствовать о славе Божьей, о силе Божьей, о благодати Божьей. Ту, которую Он являет каждый день. Поэтому милость Божья, она превыше небес. Милость Божья, на которую мы упываем, и твое состояние внутреннее, оно зависит от тебя самого. Насколько ты сегодня посвящен Господу. Насколько ты сегодня, как сосуд, отдаешь себя в руки Христа. Насколько ты сегодня готов быть исполнен Елея, Елея Божьего. Аминь. И хочу еще одно местописание зачитать. Это, давайте вместе откроем. Это, значит, Матфея, 25 глава. С первого стиха. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет. Выходите навстречу ему. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених. И готовые вышли с ним на брачный пир. И двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им ответ, истинно говорим, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Аминь. Библия говорит о том, чтобы мы бодрствовали то, что говорил пастор Виктор. Мы не сможем приготовиться. Мы должны быть всегда готовы встретиться со Христом. Нам не надо думать, что мы завтра будем готовы, или послезавтра, или с понедельника, или с Нового года. Ты должен сегодня быть готов к встрече со Христом. Сегодня. Потому что Библия говорит, что день спасения твоего. Когда? Сегодня. И поэтому Слово Божие говорит о том, что мы не знаем ни дня, ни часа. Но состояние нам на примере пяти мудрых и пяти неразумных показывает о том, что в каком состоянии находились те и другие. Каждый из нас является определенным сосудом перед Господом. Но чем ты сегодня наполнен? Что наполняет сегодня внутренность твою? Я не знаю. Ты должен сам исследовать себя, исследовать свое сердце. Верили ты и Христос ли внутри тебя? Апостол Павел говорит, что вы храм Духа Святого, и Дух Святой живет внутри вас, если это в тебе. Насколько ты наполнен сегодня жажду и дерзновением сегодня служить Господу, проповедовать, Евангелие, идти за Ним. Насколько ты сегодня христианин? Насколько сегодня сердце твое принадлежит Христу? Чем занято сегодня, как пастор Виктор сказал, сегодня множество технологий, сегодня множество предлагает мир. Много. Просто океан, просто безмерно предлагает мир. Но он предлагает то, чтобы занять твое сердце, обольстить тебя и отвести тебя от истины Божьей. Поэтому в твоем праве выбирать, чем ты будешь наполнен. Вы заметили, что было пять мудрых и пять неразумных, имели те и другие светильники? Но одни были пусты. Вы ходили в магазин тут, я не знаю, местности, в общем, ходили с одним пастором вчера. И продаются светильники. Один маленький, другой побольше, третий еще побольше. И четвертый в Советском Союзе когда-то их использовали как керосинки, керосиновые лампы. Вот так вот они подряд выстроены. Но они на сегодняшний день просто стоят как музейные экспонаты. Они не работают. Они не работают, а их никто не использует. Сегодня много светильников пустых. Пустых внутри. Нету внутри ничего. Есть внутри Фейсбук, Инстаграм и разная-разная-разная ерунда. Времени нету ни на что. Но Бог говорит, что мы, мудрые девы, наполненные были светильники, были наполнены маслом. И поэтому они вошли. Но те, которые опоздали, поэтому мы не знаем. Библия говорит, Иисус говорит, что не ваше дело знать времена и сроки. Поэтому мы не знаем, когда придет Господь. Мы не знаем. Но об этом сегодня все говорят, что мы стоим при двери пришествия Иисуса Христа. При двери, не где-то далеко. Мы стоим пришествии. И поэтому твой светильник, он должен быть наполнен маслом, елеем Божьей благодати. Божьего благословения, Божьей силы, Божьего помазания, Божьей мудрости. Жажды сегодня встретиться со Христом. Жажды. Невозможно напоить нежаждующего. Невозможно накормить сытого. Невозможно. Если человек сыт, ты его не накормишь. Он не нуждается в этом. И сегодня многие заполняют свои сосуды миром. И поэтому они не нуждаются в истине. Они меняют истину на ложь. И поэтому что-то другое уже радует. Что-то другое приносит радость. Но Библия говорит, что видимое – это временно. А невидимое – это вечно. Поэтому нам надо видеть дальше. Видеть больше. Если вы помните, Исайя говорит, видел я Господа, сидящего на престоле. Он видел Господа. Он смотрел дальше. Он смотрел дальше, нежели то, что его окружало в то время в жизни. Поэтому видишь ли ты Господа в своей жизни? Чем твой сосуд наполнен? Чем ты, как сосуд, сегодня наполняешь свое время? Бог дает нам определенно одно время. 24 часа в сутки. Так или нет? 7 дней в неделю. Месяца. Года. Всем одно время. Но как мы его используем? Каждый день. Приходим ли мы к Богу? Жаждущим сердцем. Приходим мы к Отцу? Ищем ли мы отношений? Ищем ли мы встречи? Встречи с Ним. Потому что только встреча с Ним, она изменит твое сердце. Только встреча с Ним, она изменит твой разум. Ничто другое, ни Фейсбук, ни Инстаграм, ничего сегодня, что мир предлагает, не изменит тебя. И когда придет Господь, Он видит каждое сердце. И когда Он придет, Он возьмет тех, написано, чье сердце вполне предано Ему. Так же. Потому что если я принадлежу Ему, естественно, Он и придет за мной. Если я не принадлежу Ему. И как здесь написано, двери затворились. И они сказали, что Христос, вот же мы пришли. А Он им ответил, я вас не знаю. Можно быть в сужей церкви. Можно ходить, посещать все собрания. Можно быть даже на молитвах. Но не знать Бога. Не знать, не чувствовать, не переживать Божье присутствие. Не знать лично Бога. Не иметь встречи с Ним. Можно быть на всех собраниях. Можно приходить и можно делать все. Но не знать лично Его. Поэтому Бог хочет, чтобы мы знали лично Его. Личные отношения только производят изменения внутри нас. Когда ты встречаешься с Ним. Только встреча с Иисусом. Только встреча с Духом Святым. Только жажда. Только жаждущий Иисус сказал, что приди ко мне и пей. Там не написано, кто уже напоенный, накормлен. Приходи. Потому что невозможно напоить. Тот, кто не хочет. Поэтому всякий жаждущий Иисус сказал, перейди ко мне и пей. И поэтому я возревновал внутри себя в тот момент о состоянии прежде всего самого себя. И сегодня церкви. Потому что церковь сегодня последнего времени. Возревновал. И это послание Бог дал мне пересмотреть свое сердце и принести это слово вам и делиться вообще в последнее время. Потому что жажда, жажда, она только напоен ты можешь быть тогда, когда ты придешь к Нему. Когда ты к Нему придешь. Если ты к Нему не приходишь, ничего в твоей жизни не изменится. Если ты к Нему не приходишь. Поэтому Библия говорит, что прежде всего ищите Царство Божие. И правды Его. А все остальное что? Бог приложит. Хочу еще предложить одно место из Писания. Давайте вместе откроем. Это Луки, 18 глава. 8 стих, 2 часть стиха. 8 стих, 18, 8. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? А однажды Он придет. Однажды Он придет. И найдет каждого из нас чем-то занятым. Один работой, другой фейсбуком, третий еще чем-то, четвертый еще чем-то. Найдет ли Он веру на этой земле? Поэтому от тебя, дорогой брат и сестра, зависит твое внутреннее состояние, твоего духа. Чем сегодня наполнен ты, как сосуд? Имеешь ты сегодня жажду быть исполнен Духа Божьего? Принести плод для царства этого Его? Для того, чтобы Бог, когда придет, Он нашел тебя в правильном положении. Он нашел тебя на том месте, куда Он послал тебя. Потому что многие сегодня в церквях, можно сказать, засиделись, приросли к стульям. Но Бог хочет, чтобы мы умножались, размножались, распространяли царствие Его и правду Его. Аминь. Аминь. Поэтому Бог хочет тебя взрастить в Доме Божьем. И потом, чтобы ты встал и сказал, как пророк Исаия, вот я, Господь, пошли меня. Это было твердое решение. И это решение Бог благословляет. Когда ты встал и сказал, вот я, Господь, используй меня. Используй меня. Я хочу, чтобы ты использовал меня в том месте, где ты хочешь меня видеть, в том призвании, для которого ты призвал меня. И пусть Библия говорит, не моя воля будет, но твоя. Но сегодня настолько комфорт нас окружил, что сегодня сложно встать многим. Сегодня сложно встать. сегодня сложно сделать шаг веры. Сегодня сложно вступить в этот Иордан. Потому что ты видишь Иордан перед собой. А Бог говорит, иди. Иисус Лавин, помните? Говорит, делайте шаг священнику, и он раступится. И поэтому этот шаг веры, который Бог хочет, чтобы каждый из нас сделал, христианин, последователь Христа, которого Бог избрал, последователь, это тот, кто следует. Но состояние сегодняшнее внутри многих из нас не дает нам сделать этот шаг. Откровение говорит, Откровение, 3 глава, 1 стих. Ангелу в Сардийской церкви напишет, так говорит, имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но что? Но ты мертв. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Человек приходит в церковь, каждое воскресенье. Человек приходит, уходит, но внутри пустота. Эту пустоту только может заполнить Дух Божий или же мир, который очень быстро тоже заполнит. Поэтому, чем ты сегодня наполнен, как сосуд? Жив ли ты сегодня? Испытываешь ли ты себя в вере ли ты? Давид говорит, Господь, испытай мое сердце и узнай, направили ли я пути. Поэтому, многие, Библия говорит, пути кажутся человеку прямыми, но конец что их? Смерть. Конец их погибель. Ты вроде бы идешь прямым путем, но конец их погибель. И вот это состояние, которое ко мне пришло в тот момент, состояние ревности, состояние ревности внутри меня, чем я наполнен сегодня? Чем сегодня наполнена церковь? Потому что церковь это ты и я. Церковь это ты и я. И когда мы вместе собираемся, мы являемся единой церковью, которая проставляет Господа. Как духовные камни, Библия говорит, устрояйте из себя дом духовный. Аминь. Поэтому церковь ты и я. Поэтому обращение сегодня, сегодня к тебе, чем твой сосуд наполнен. На правильном ли ты пути? В вере ли ты? Жив ли ты или мертв ты? Задай себе вопрос. В каком состоянии находится внутренность твоя? С виду вроде жив человек, смотришь, красивый человек, а внутри он мертв. Мертв, потому что он занят, заполнен миром. Миром и делами его. Но Бог избрал нас и искупил, и заплатил великую цену, драгоценную кровь Иисуса Христа. и отсоединил нас от этого суетного мира. Поэтому цена велика, чтобы нам возвращаться назад. Цена велика была заплачена за тебя и за меня. Аминь. Поэтому благословит вас Господь. Испытывай себя, верю ли ты. проверь сегодня свой сосуд. Есть в нем масло или нет. Проверь себя сегодня про рентген. Рентген. Рентген он просвещает внутренность твою. И поэтому когда ты приходишь на рентген, видно все состояние внутри твоих костей и так дальше. И Бог видит, Бог написан на сердцеведец, Он видит твое сердце. И если ты сегодня в теплом состоянии, у тебя есть шанс сегодня покаяться прийти к Богу и сказать Господь, я пустой, наполни меня своим леем, наполни меня своим духом. Осознание того, что ты пустой, оно обратит тебя к Богу и Бог наполнит тебя, если ты хочешь. Поэтому всех, кто жаждет, Иисус сказал, придите ко мне и пейте. Всех, кто жаждет. Поэтому решение за тобой в это последнее время, о котором говорит Писание. И то, что мы на самом деле видим, что время последнее и дни лукавы. Поэтому не говори, что завтра или послезавтра сегодня день твоего спасения. Сегодня день твоего прихода ко Христу, чтобы Он наполнил тебя, как сосуд, как свой сосуд. Аминь. Поэтому будьте благословены, народ Божий. злого, подожди. До новых встреч! Субтитры